Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. В этом видео я покажу вам бесплатный плагин для Joomla 4, с помощью которого вы сможете отправлять свои статьи, свои материалы на быструю индексацию поисковыми машинами. Если вы ранее на Joomla 4 наблюдали, что вы создали статью, материал, и он долго не попадает в индекс поисковых машин, то на помощь приходит плагин, который работает под технологией IndexNow. Ранее я уже показывал бесплатный плагин на движок WordPress. Сегодня я нашел аналогичный плагин на Joomla 4. Давайте в этом видео взглянем на этот плагин и посмотрим, как его настроить. Итак, вот есть некий разработчик, ссылку на скачивание плагина. Возможно, другие расширения вас заинтересуют данного разработчика. Я всегда оставляю соответствующие статьи на своем сайте fedorvasilv.com. Если вы это видео смотрите с YouTube или с других площадок, то ссылка будет под видео. На статью перейдете и перейдете на сайт разработчика. Данный плагин вот он. Вот он, IndexNow, мгновенное индексирование ваших статей. Давайте рассмотрим на Joomla 4. Итак, вот у меня есть тестовый сайт. Чтобы установить плагин, мы с вами перейдем в систему расширения. Из папки на компьютере данный плагин я просто перетаскиваю в эту область и произвожу установку. Установка плагина успешно завершена. Дальше мы переходим в панель управления. Переходим в плагины. Чтобы найти плагин быстро, я кликаю на ID. Кликаю еще раз. Он у меня уже опубликован, так как я уже его смотрел. То есть у вас он будет вот так выключен. Вы его включаете. Дальше настройки ключ. Вот здесь у вас будет пустое место. Вы нажимаете просто на кнопку Generate Key. То есть сгенерировать ключ. И он сюда автоматически подставится. То есть в этом поле больше делать ничего не нужно. Дальше укажите в минутах, через какое время. То есть вы опубликовали статью. То есть отправлять информацию о новой статье для быстрой индексации. То есть вот можете выставить. Минимально 10 минут. То есть я бы так и оставил. Дальше спрашивать ли, когда мы создаем публикум новую статью. Спрашивать ли, чтобы мы вручную подтверждали отправку информации для Индекс.Нау. Для быстрой индексации нашего нового материала. То есть если вот эта кнопка стоит, то нам нужно будет еще на кнопку нажимать внутри статьи, чтобы подтвердить. Это полезно, если вы не хотите какие-то все материалы на сайте отправлять в Индекс.Нау. Давайте их рассмотрим, эти варианты. Оставим пока ручная отправка. Дальше исключение. Чтобы исключать вообще из этого Индекс.Нау какие моменты. То есть здесь уже задан автоматически то, что так и должно быть. Чтобы не отправлялся там GIF, кэш, папка и так далее. И как здесь вносить исключение, если потребуются свои. Например, исключить все адреса с новой строчки, начинающие, если у вас в ссылке есть вот такой параметр. Legal. Вот с черточкой, потом legal черточка. Вот так проставляю, и все URL-адреса будут исключены из Индекс.Нау. И каждое новое правило вы пишете с новой строчки. Например, legal черточка imprint.html. Или вот такой вариант. То есть вы смотрите на альяс статьи, и если вам нужно что-то исключить, это просто пример. И можете вот так вот это проставить. У данного плагина есть и расширенная версия Pro-версия. Как раз таки дальше у нас недоступны настройки, потому что это дополнительная опция, если вы приобретете плагин с расширенными возможностями. То есть здесь вы можете настроить, какие типы контента должны обрабатываться. Articles – это статьи, категории, медиа, менеджер, теги, метки. Есть еще одна Pro-версия, то есть возможность для Pro-плагина. Это интеграция с картой Sitemap. Но не просто с картой, которая у вас уже есть какая-то. Я не знаю, будет ли это интегрироваться с вашей картой. Но есть некая карта, вот название, от самого разработчика. Если вы ее используете, и данный плагин IndexNow у вас Pro-версия, то вы можете здесь переключить положение «Да», и тогда информация будет еще отправляться в карту. Соответственно, вы можете этот плагин, карту посмотреть. Возможно, там тоже есть бесплатная версия карты и расширенная Pro-версия. Вот список расширений данного автора. Вот она есть, карта сайта. Сейчас на английский переведу. Вот так она называется. Если вот этот плагин вы используете, то можно в связке использовать эти плагины. Настрой здесь немного. У нас практически все готово. А вы напишите в комментариях под этим видео, если вы будете использовать это на рабочем сайте, и у вас наблюдались какие-то проблемы с индексацией, то есть долго. Вот статья создана, и в индекс попадают статьи через неделю или позже. Напишите в комментариях, мне очень важно знать, на практике действительно ли поможет этот плагин быстрая индексация ваших статей. Это будет интересно всем. А теперь остается сохранить настройки и проверить, как это взаимодействие идет со статьями, чтобы вы тоже понимали, где это будет показано, что этот плагин работает и функционирует. Я перехожу в материалы. У меня здесь есть уже тестовые статьи. Допустим, вот я создал новую статью. Я нажимаю «Сохранить статью». После этого, когда вы плагин активируете, помимо того, что материал успешно сохранен, у вас будет появляться дополнительная опция. Вы помните, мы сделали отправку статьи вручную. То есть, вот я статью сохранил, но, например, не хочу, чтобы она попадала в IndexNow, работал вот этот механизм быстрой индексации. Но я могу вручную. Вот появляется кнопка, я на нее нажимаю, идет загрузка, и нам говорится, что эта информация была отправлена в indexnow.org. И впоследствии эта страница должна быстро быть уже в индексе поисковиков. Кстати, если вдруг вы чуть позже зашли в ту же статью, нам надо было сделать какие-то правки, редактирование текста. Нажимаю еще раз, что произойдет. Нам говорится, что эта статья уже была отправлена на быструю индексацию, то есть повтор на отправке не должно быть. Здесь все нормально. И теперь проверим, как это будет работать, если это будет автоматический режим. Я вернулся в настройки плагина, выбираю автоматик, нажимаю «Сохранить настройки». Войду в какую-нибудь другую свою статью, еще раз нажму «Сохранить», чтобы проверить. И у нас автоматически информация отправлена на indexnow.org. То есть все автоматически, статья будет отправлена. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...